Мы перешли из родоплеменного какого-то строя, мы уже сформировались как единая нация. Если ты скажешь, что быть готовым жить бедно на свободное это неправильно, то я скажу, что ты раб. Когда идет речь про нашего общего врага Россию, безусловно, он является нашим врагом. И отдается приоритет этому врагу перед любой внутриполитической какой-то темой. Победить русскую армию самым большим количеством танков и вооружения было бессмысленно, так что стоило пойти за Кадыровым. Ну так в свое время мы выступили, и эту армию с самым большим количеством танков мы ее победили, униженно заставили ее уйти. Кто бы, что бы об этом не думал, мы будем к этому стремиться, это наша цель, и мы к ней идем. Это каждый, кто сидит сейчас где-нибудь в российской глубинке и с каким-нибудь своим собутыльником сейчас убивается, боярышником, он как раз рассуждает о влиянии геополитики, о том, как нас все боятся, какие мы велики. Ты выступаешь за Ичкерию и тем самым не признаешь деятельность одного из лидеров героя этой Ичкерии Закаева. Как тебя понять? Ты наоборот должен был бок на бок стоять за ним и поддерживать его. Смотрите, мы чеченцы, мы являемся таким полноценным обществом и в политическом плане тоже. Поэтому у нас, мы перешли из родоплеменного какого-то строя, мы уже сформировались как единая нация. Поэтому у нас внутри тоже есть свои политические дискуссии. И мы можем быть, допустим, какие-то люди могут идти к одной цели, как государственность, независимость, свобода для нашего государства. Но при этом внутри у себя вот эти люди, идущие к одной цели, могут иметь какие-то политические разногласия. И это нормально. Поэтому, когда идет речь про нашего общего врага Россию, безусловно, он является нашим врагом. И отдается приоритет этому врагу перед любой внутриполитической какой-то темой. Но это не лишает нас внутриполитической дискуссии. Поэтому Закаев, Идигов, любой другой человек, кто сегодня претендует на то, чтобы быть властью для чеченцев, к нему, соответственно, есть определенные претензии, есть вопросы, есть дискуссии. И мы вот уже ушли от этой... Во-первых, смотрите, во-первых, с нами не сработает вот эта российская тема, если не Путин, то кто? То есть нам не... Ну, мне точно нельзя сегодня сказать, вот если не он, то кто? Ни один, ни одного исчезнца нельзя вытащить и сказать, если не он, то кто? Понимаете? Нельзя. Потому что я просто высмею такого чувака. Соответственно, от какой-то там родоплеменной темы, вот он из нашего племени, поэтому давай, это тоже с нами не работает. Мы переросли. Мы уже являемся таким полноценным народом, полноценной нацией. И по численности, и по тем событиям историческим, которые у нас произошли. Поэтому, ну, будьте любезны, никто никого навязать не может. Я тоже могу сегодня себя объявить королем чеченцев, императором чеченцев, президентом чеченским, кем угодно. Но это не обяжет никого поддержать эти мои претензии и укрепить мой трон. Понимаете? Пока мы не сможем вернуться к себе на родину, деоккупированную, провести там справедливые выборы. И вот когда мы это проведем, когда эта власть будет избрана, вот тогда, будьте любезны, все будут вынуждены ей подчиняться. А так просто вот эти самопровозглашения, кого бы то ни было, люди, которые не избраны народом, им подчиняться, их признавать никто не обязан. Поймите это. И здесь нет ничего личного. То есть в этих вопросах нет ничего личного. Никаких личных там претензий, ничего подобного нет. Все чисто в рамках политической повестки. Как только человек себя снимает политически, любые темы, говорит, все, я, вот просто я человек обычный. Все претензии к нему как бы ушли. После этого мы очень будем рады, если у него будет все в жизни хорошо, он будет расти детей, внуков. Никаких проблем. В том числе, зачем нам, чтобы эти Кавказские союзы, допустим, ссорятся столько, сколько хотят. Главное, чтобы деньги на Кавказ шли и Кавказцы влияние по всему миру. А дружба, конечно, хорошо, но обойдемся без нее. Я вообще не понял, про что ты хотел сказать, Эльдар. Меня лично волнует не влияние Кавказа и Кавказцев по всему этому миру. Меня больше всего волнует положение самого Кавказа внутри себя на Кавказе. Вот этот империализм, темы влияния, это Россия, да, этой темой больна. Это каждый, кто сидит сейчас где-нибудь в российской глубинке и с каким-нибудь своим собутыльником сейчас убивается, боярышником. Он как раз рассуждает о влиянии, о геополитике, о том, как нас все боятся, какие мы велики. А если бы они в первую очередь хотели бы свое положение исправить внутри своей страны, то тогда они реально могли бы стать великими на международной арене. Поэтому меня не столько вот эта тема волнует. Для меня важно, чтобы мы, для нам было хорошо, чтобы на нашей территории не действовали какие-то российские или иные законы, а действовали наши законы в соответствии с тем, что мы мусульманское общество, у нас должны действовать те законы, которые соответствуют нашей религии, нашим обычаям и традициям, а не всякий уголовный кодекс России или гражданский кодекс России. Если Кавказ будет свободный, могут ли азербайджанские, турки, сунниты присоединиться к этому союзу? Мы расположены в предгоре рядом с лезгинами. Я вообще не вижу в этом каких-либо проблем, причем здесь не важно, это сунниты или это шииты или кем бы они ни были. Если нахождение, то есть присоединение к союзу, при условии, что он уже есть такой союз, да, Кавказский государь создан, условием присоединения к этому союзу является просто соблюдение всех правил этого союза. Я думаю, что это не вопрос как бы религиозный и так далее, так как Грузия, без которой мы не можем себе представить союз Кавказских государств, это далеко не мусульманская страна, тем более там не суннитская. Хотя, конечно, среди грузин есть наши братья-мусульмане, но тем не менее большинство этого народа являются православными христианами. Однако, эта страна неотделимая часть Кавказа, этот народ неотделимая часть Кавказских народов. Те же осетины являются кавказскими автохтонами, однако тоже там часть, да, и мусульмане наши братья, но большая часть осетин это либо православные христиане, либо вообще представители, какая-то своя у них конфессия. Поэтому здесь вопрос должен быть не в религиозном плане, а главное, если соответствует требованиям этого союза государства, конечно, оно должно иметь возможность в него вступить. Это как, знаете, как Европейский союз. Вот есть в Европейском союзе определенные правила, как бы соблюдаешь, вступаешь, не соблюдаешь, ну, значит, нет. Претендент на вступление в Европейский союз должен привести свою законодательную, какие-то базы в своем государстве, должен привести в соответствие с европейскими общепринятыми, и после этого может вступать. Вот у нас должно быть, наверное, нечто подобное в моем представлении. Томсо, видел твое интервью к каналу Навальный Лайв, где ты высказался о свободе Чечни. Мне стало интересно, что думают об этом в комментариях. В основном было что-то из этого разряда. Ой, ЛДНР нельзя. Ну, я, честно говоря, не читал комментарии, не знаю, кто как там высказывается. Я свою точку зрения, и это точка зрения абсолютного большинства чеченцев в вопросах свободы и независимости, я ее высказал. Что там об этом думают где-то кто-то? Честно говоря, нас это не сильно волнует. Кто бы и что бы об этом не думал, мы будем к этому стремиться. Это наша цель, и мы к ней идем. По-моему, выступить против врага тогда, это было бы не смелостью, а глупостью победить русскую армию с самым большим количеством танков и вооружения было бессмысленно, так что стоило пойти за Кадырова. Но так в свое время мы выступили, и эту армию с самым большим количеством танков мы ее победили, униженно заставили ее уйти со своей территории. Поэтому, как говорит Аллах Уране, сколько малочисленных групп одерживали победу над многочисленными. Мы доказали тогда, что это возможно, что это реальность. И на самом деле, безусловно, наш проигрыш в этой второй битве, наше поражение, оно связано с нашими ошибками, не с силой России, а именно с нашими ошибками. Это, безусловно, для нас испытание, которое мы, иншаллах, пройдем, эти ошибки мы исправим, и мы вернем свою свободу и независимость с помощью Аллаха. Но, к сожалению, мы не лишены этих проблем, и мы не лишены вот этих вот отстоев из числа нашего народа, наподобие Кадырова, Ямадаев, других предателей. К сожалению, да, они у нас тоже есть. И это тоже один из, конечно, факторов, способствующих поражению, конечно, да. Но истинная причина не в этом. Истинная причина, конечно же, в наших ошибках. Томсо, так, почему вы все ополчились на Закаева, особенно в последнее время, ведь он последовательно ведет политику отстаивания независимости Ичкерии, он символ свободной ищечения в глазах других народов. Ну, это может быть для кого-то, он таковым и является, не против. Я лишь хочу сказать, когда человек делает что-то полезное, кто бы это ни делал, это хорошо. И ни в коем случае по этому поводу никаких недовольств нет. Но, чем не угодил, очень много претензий, они и озвучивались, и, если надо, будет в каком-то внутричеченском диалоге они будут озвучиваться. Я думаю, что этот эфир не место для того, чтобы мы сейчас обсуждали какую-то внутричеченскую политику. Я не согласен, когда ты говоришь, что мы готовы жить бедно, но свободно. Такая формировка неправильная, потому что мы должны хотеть по умолчанию жить и свободно, и богато. Но ты, конечно, волен считать, как ты хочешь. Но, однако, хотеть одно, а быть готовым – это другое. Если ты скажешь, что быть готовым жить бедным, но свободно – это неправильно, то я скажу, что ты раб. У тебя рабское мышление. Если ты не готов быть бедным, но свободным, если тебе хочется… А, ну если бедным, то нет, свободным, а не хочу. Если у тебя такое мышление, то у тебя мышление рабское. Мне придется тебя огорчить. Продолжение следует...